всем привет с вами психа артур и у меня лагает реплей а это вторая часть гайда по ваффентрагеру а в пз4 и сегодня я покажу вам как нужно на нем рашить направление и собственно как это выглядит в начале боя я рассматриваю вверх собственно этого танчика достаточно забавно это все выглядит можно сказать зенитка или арта какая-нибудь ну собственно почему мы смотрим бой именно на карте монастыр потому что здесь есть направление смешанного типа на котором могут встретиться вам любые типы танков в лобовой перестрелке один на один причем тут есть хорошее укрытие и именно в таких условиях ваффентрагер может спокойно рашить вместе со своими танками в качестве танка поддержки только с очень близкой дистанции соответственно сам может получать урон можно назвать это рашем одиночку использовать такую тактику я не советую потому что если вы в какой-то момент увлечетесь и подставить чуть сильнее чем собственно хотелось то вы очень быстро отправитесь в ангар если у вас кто-то очень срочно не прикроет а так как я играю здесь со связью своими бракюнями мы можем в любой момент с кооперироваться если меня там жестко нагибают я не хочу подохнуть я просто им скажу что вроде быстро пасли и умру сейчас просто и они тут же подъедут и собственно спасут меня как так вот эта позиция которую я занимаю на большинстве танков собственно на этом направлении в начале боя это подходит и для тайпа 59 с его крепкой башни и для ваффентрагера в случае с ваффентрагером крепкой башни у нас нету у нас есть рубка маленьких размеров что позволяет нам спрятав корпус после после выстрела очень быстро сдать вперед то есть откатиться и противник обычно не успевает выстрелить вам в эту маленькую в это ушко эту рубку здесь от этого я собственно буду играть для начала мы здесь не рашим потому что мы не знаем кто там дальше нас да то есть кто за углом и пока что мы тут разбираемся с залетными т-54 на наш лорейн там пошел объяснять это наша карта точнее наша сторона карты пока я засмотрелся как сайт там каралл-54 я пропустил момент как будто 30 выехал и уже свелся на меня соответственно получаю плюшку но из-за хорошей точности этой пушки не позволяя противник уйти выцеливаю его в шишечку я спокойно добиваю ну и далее так как мы понимаем что у противника много сил на центре и засветились танки еще в кишке становится понятно что здесь можно просто рашить вперед даже без всяких там зрение собственно и чем еще за занимаемся вместе с паттоном то есть вот как как то так это и выглядит вы выкатываетесь даете плюху и откатываетесь обратно просто гениальный геймплей которому учить я думаю но это надо не знаю может еще один гайд отснять как правильно выкатываться вперед назад то есть в а с д ну может в принципе получится у кого-то то есть я часто вижу как вот эти воффентрагера почему-то зависает вообще на респе то есть они появляются респятся и просто забывают что у них есть гусеницы они просто стоят на месте видите кстати по там засветился и тут же сдох время как я еще засветиться не успел поэтому уже в цел и даже на наш урон здесь это кстати один из таких весомых плюсов в этой птшки но все-таки маскировка здесь не такая читерная как наборщики 8 уровня поэтому сильно рассчитывать на нее тоже не стоит то есть вас конечно будут светить позднее чем остальные танки но я не могу сказать что эта машина прямо очень такая скрытная и вас там не будут видеть прям вообще никогда то есть как видите через кусты у меня спокойно просвечивает тортик из-за того что дпм у меня уже очень лютый альфач у тортика скажем так не очень я собственно могу позволить себе выйти с ним на 1111 нет выйти на один на один и перестрелять его просто по дпм чеку ну и как мы видим здесь у нас 704 который делает очень большую глупость увидел меня и начинает откатываться назад вместо того чтобы резко довернуть и мне собственно врезать но реакция реакцию пацана не очень собственно так раш на ваффентрагере выглядит мы двигаемся вместе с танками союжников выкатываемся желательно в тот момент когда противники на перезарядки даем тычку и выкатываемся обратно все если получаем урон то 1600 хп нам хватит чтобы ну три раза в среднем до получить дамаг от топовых танков или птшек то есть совершить ошибку 3-4 раза вы себе можете позволить только хп закончится будете стабильно ждать пока противник отстреляется в кого-то и только тогда выезжая вот собственно и вся тактика на этом бой здесь заканчивается артиллерию мы здесь не находим и можно приходить следующим многие не любят эту карту не знаю почему с ее возвращением в рандом блин стало немного веселее потому что есть здесь на этой карте одно прекрасное направление которое называется центр и вы могли недавно видеть как я здесь играю на тяжелом танке и как ни странно на птшке без брони можно точно также играть как на тяжелом танке с кучей брони в разница будет только в том что на птшки на этой позиции вы не сможете принимать урон вот и все то есть время до танковать нормально но зато вы сможете быстро на урон наносить собственно оружие птшки это быстрое нанесение урона и собственно вы можете убить противника до того как он убьет вас и как мы видим те кто не уверен своих силах и считаю что они перестреливаться вот так вот в 50 метрах просто не смогут они становятся в лесочек и тихонько там стоят и вы знаете я недавно задумался почему люди на птшках которые которых есть гусеницы которых и броня пушка почему они выбирают вот этот геймплей стоять и выцеливать первая часть моего гайда вы видели да насколько это весело то есть ты просто стоишь и выжидаешь пиксели ищешь где-то там елозишь мышкой ищешь ищешь цель потом она появляется разок стреляешь засветили откатываешься это такой геймплей он не самый такой приятный вот в лобовой перестрелке когда такой экшен происходит когда противник в любой момент сможет вас попасть когда вы как два ковбоя с револьверами просто вы выскакиваете друг на друга и вот вот как сейчас йоу и все вот просто то есть это делается быстро это на скиле в этом есть какая-то фишка чувствуется драйк какой-то в таком бою то есть это то что доставляет мне лично стояние в кустах и настрел урона сдалека мне не доставляет никак но как я сказал ранее некоторые карты просто подразумевают это и по-другому на этой птшки учитывая ее особенности для кого может кто не смотрел вторую часть точнее первую часть гайда я вам еще раз повторю в чем ее особенность у нее пушка когда она смотрит ровно вперед никак не поворачивается задний ход 13 километров в час по моему то есть вы не можете просто развернуться и задом ездить потому что 13 километров в час вы никуда не успеете даже с горы когда скатываешься все равно скорость задом маленькая то есть вам все равно придется ездить передом но передом вы нормально выстрелить не сможете то есть в лобовом столкновении один на один когда нету никаких собственно препятствий за которую вы можете вот как сейчас спрятать свой корпус и стать в боевую стойку чтобы смогли пушку опустить это птшка сливается очень быстро у меня были случаи когда меня просто 44-ка с д-25 просто врасплох заставала и просто разбирала потому что я не смог ее выцелить никак потому что меня пушка просто не опускалась он быстро елотил туда-сюда и все у меня с д-25 просто убивала 44-ка поэтому здесь все-таки нужно соблюдать определенное правило когда вы пытаетесь прорашить на этой птшке возле вас всегда должно быть какое-то укрытие из которой вы сможете вот как сейчас я уцепиться просто ты от него уже игра то есть от дома какого-то от здания еще чего-то от укрытия когда вы сможете выставлять только одну рубку и собственно этим надо пользоваться так вот вернемся к вопросу по поводу тех собственно товарищем которые сейчас стоят ползает там я не знаю точно кто-то из су-152 не отначили потихоньку двигаться насколько им времени понадобилось чтобы пару метров проехать вперед и у меня был один случай да я пришел своему знакомому домой и значит посадил решил показать ему игру до world of tanks мы ему создали аккаунт он сел за игру все им сразу там ну давай там с 1 быстро в прокладывал моды bt2 ну давай все садись он сел играть и очень фишка у этого чувака плотник его на одной из рук просто двух пальцев нет то есть у него на одной из рук на правой руке его там мизинец до пол пальца и указательный палец такой подрубленный и пальцы такие знаете серьезно такую просто мужицкая такая рука с мозолями все и он просто берет мышку он играет во всякие стрелялки все такое но я просто посмотрел вот как он двигает мышка как он стреляет сколько ему надо времени на то чтобы перевести из цели на цель что он для того чтобы поехать вперед он переставляет руку то есть он не может там одновременно рулить да и поворачивать башню и я просто смотрю отвлекаюсь от этих его движений и смотрю на то что происходит на экране и я вижу да также играет блин 80 процентов игроков и тут до меня дошло а может действительно эти люди которые стоят в кустах у них просто не получается ездить и стрелять одновременно ну блин бывает такое я это на своих глазах видел человека просто пальцы не работают то есть мозоли и вот я говорю по пальца нету он просто у меня не получалось и как бы он даже не стал как бы разбираться в игре мы просто не получилось изначально он он так и не играет пару боев сыграл все он говорит ну у меня не получается это не мое а вот те люди которые сидят в кустах на птшка они видать ну не знаю фанаты танковой техники или их очень усердно уж просили играть в эту игру но они просто играют то есть они смирились с тем фактом что ездить и стрелять одновременно они не могут из-за может физических каких-то проблем да вот как того чувака или может и не знаю какие-то умственные отклонения то есть у них моторика рук как-то не развита вот но имеем что имеем патчу 8 10 и птшки стоят в кустах но это норма а тем временем на ваффентрагере на центре я спокойненько себе катаюсь кого могу подсвечиваю и собственно выпиливаю в этом весь геймплей на комарине и очень часто дистанция стрельбы как бы очень даже такая близкая то есть вот особенно это столкновение на центре только вы выигрываете бой уже на 50 процентов это победа почему потому что с центра здесь полностью контрится вся карта только центр заняли все то есть это уже победа ну собственно тут тоже сейчас и происходит я уже просто на живой на зал я я помню я заметил что это был воин только уже в конце боя когда все закончилось что я столько на расслабоне его сыграл просто левой ногой но за счет того что я выбрал правильное направление я был задрешил собственно продавил из центра отработал получилась победа в общем господа те кто боялся что на ваффентрагере а в пз4 сложно играть в их числе собственно и я то вы можете расслабиться на самом деле машина не сложное в обращении если понимать какие ситуации на ней лучше не встревать я это объяснял вам то есть лобовые перестрелки все такое использовать укрытие то есть на ней можно как стоять в кустах и настреливать так и продавливать направление вместе со своими со взводами играя в соло ну там уже я думаю все-таки в кустах придется стоять побольше потому что как я сказал ранее если эту машину не поддерживают и в определенный момент я могу сфокусить она умирает по фокусу очень быстро то есть 3-4 выстрела получить за один залп вполне возможно у меня были такие случаи когда я вылазил рубкой и просто получал ну как бы с четырех стволов ваншот поэтому пользуйтесь моими советами нагибайте и все-таки посмотрите как-то по-другому на этих товарищей которые стоят в кустах вдруг они все такие вот плотники без пальцев и Субтитры сделал DimaTorzok